дяди тети здрасте сегодня у нас тема как проверить сальники сальники коленвала состояние вообще состояние в том что находится ниже рабочей камеры цилиндра то есть картер и состояние внутри в нем потому что если мы проверяем компрессию цилиндре то мы видим состояние поршневой то есть колец поршня цилиндра и все на этом то есть компрессия может быть нормальная но не работает ну как банда банальный случай то что вот тоже не не заводится с первого раза только там на полный газ если нажмешь тогда заводится или бензина зальешь свечное отверстие на заводится но это все эти все проблемы они связаны с тем что у нас идет подсосах подсос воздуха вот в нижней части то есть компрессия тут восьмерка без проблем все хорошо если было там бы 6 то уже по проблема 6 с половиной же плохо работает ну работает следующее заключается в том что нам надо поднять поршень верхнюю мертвую точку в таком положении сюда переворачиваем заливаем бензин заливаем его можно по как под завязку залить потом держим вот это отверстие закрываем потому что нижняя она бензин выдавит с картера сюда она связана с картером ну и соответственно это закрываем потому что бензин поднимется выше поршня и соответственно будет выливаться тоже и другой рукой опускаем поршень опускаем его вот видите сейчас хлюпнула чуть-чуть это тоже не держал и видим состояние сальников если тут потекло там капельки все или с этой стороны но тут надо снять храповик и с этой стороны тоже увидим подтекание если на сальниках нет подтеков значит сальники у нас в норме но проблема может быть крыться в прокладках сам половинок картера в данном случае вот помокревшие места такие здесь можно еще поднять поршень вверх сетты и с этой стороны закрыть он перевернуть дать там постоять таком положении вы увидите если есть проблема то значит будет подтекать или создавая давление можно увидеть как снизу что будет уровень топлива подниматься можно увидеть как вокруг цилиндра протекает топлива мокреет места тут просто все заляпано с цилиндром все нормально но прокладкой цилиндра ну по ходу буду снимать лишь чтобы расколоть картер надо будет снимать цилиндр то есть прокладки придется поменять везде ну и в этом случае я буду менять сальник потому что чтоб к этому вопросу уже не обращать не возвращаться уже по поменяю тут накроются сальники опять пройдут то есть так таким вот макаром приходится выкручиваться там тесальники стоит 30 гривен два штуки это не проблема так и что еще то вроде бы так и все а ну да еще вот когда мы закрываем тут начинаем вращать можно увидеть проблема с этой прокладкой уже было видео одно тут под пропускает тоже порватая была раз отпущена раздолбала прокладку и тоже была проблема то есть все везде в норме тут подсос воздуха был банальный вот таким вот макаром можно все это дело проверить так что видео по этой уже не будет вот просто попросили как проверить поэтому спасибо что спрашиваете интересуетесь пишите спрашивайте будем еще еще что-то отвечать на вопросы а еще спрашивали свеча надо не надо то не обязательно ну проверял и со свечой без свечи ну можно и со свечой то не проблема просто что без без свечи ой со свечой тут вручную не покрутишь ну когда снять храповик поэтому как-то так всем большущий привет ищи и самое главное не болейте а ну и по скриптам забыл сказать то что еще можно если болты подтянуть если там не критично было и может еще спасти положение там чтоб не разбирать не как ну если для себя делаете чтоб не разбирать попробовать так можно просто подтянуть в моем случае чтобы уже полностью убедиться это буду и отдавать поэтому вот так разбираю полностью здесь в этом месте как раз и пропускала то есть тут вот тоже была ослаблена то есть она не прыгать не приклеена хорошо вот где приклеена где держится верхняя часть хорошо так держится от в этих местах она была отпущена низ пропускал и и и и и и и и и